Скорпионы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на октябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине, в конце месяца? В конце расклада я пойму для вас карта совета. И первая карта для вас в начале октября, это карта четверка ковка. Почему-то показывает, что в начале месяца вы входите с такой энергией, как апатия. Как нежелание что-то поменять, что-то сделать, что-то может в работе, в отношении. Но почему-то здесь у вас как тяжести на душе. Какая-то вот именно скорбь, что не хочется в начале октября ничего не менять. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это карта тройка жезлов. А почему у вас такое состояние? Потому что у вас вы будете стоять перед выбором, а у вас будет какой-то, знаете, заиграться какой-то эгоизм. Да, может быть такое, что, ну, этот выбор может кто-то за вас делает, да. Вот у вас будет такое состояние, что, а меня должны любить, да, меня должны ценить, да. Здесь пусть человек, да, делает выбор в сторону меня, а не я. Хотя вот это будет ваш выбор в начале месяца. Давайте посмотрим следующая карта, да, в начале месяца, карта двойка жезлов. Двойка жезлов, желания-то нету, и мы сами себя привязываем к тем состояниям, к тем апатичным, да, к той пустоте на душе. Вот к той эгоизме, которая у вас будет в начале месяца, потому что у вас не будет желания менять что-то, да. У вас будет, знаете, тянуться время, что, да, пускай мне покажут, как меня ценят, да, пускай мне показывают, как меня любят, а я в свое время потом сделают выбор. И вы будете вот эту ситуацию тянуть в начале месяца, да, будете, знаете, как привязаны, да, вот не захотите, да, этот выбор. Хотя возможности есть, если вы возьмете, да, какое-то решение. Давайте посмотрим следующая карта, да, на середине месяца, что вам высшие силы. Тройка мечей. А если вы не захотите, да, сделать этот выбор, все-таки в середине месяца сами будете страдать. Или для вас хочу сказать, что была какая-то правда, какая-то тайна открыта, и вы входите вот в это состояние, что вам тяжело на душе. И пока есть желание отпустить, но у вас не получается, и вы находитесь даже в середине месяца в разбитой сердце. Но еще хочу сказать, что вот эти именно две карты, да, здесь говорят о том, что привязанность можно убрать, что-то отпускать из вашей жизни можно. Может быть через какие-то работы, через какого-то мастера, да, через освобождение, обрубки, да, именно кармические, родовые или какие-то сексуальные связи. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта, это четверка жезлов. Мужчины и женщины, которые находятся в отношении, и есть человек, который вам доверяет, который все, да, вам рассказывает, который рядом с вами, да, не стараемся входить в отношении треугольника. Все-таки старайтесь сделать правильный выбор в начале месяца, потому что если вы войдете в таких отношениях, у вас будет очень сильная привязанность, и у вас будет вот это состояние сами, что будете страдать. Одинокие мужчины и женщины стараемся на середине месяца гармонизировать себя, порадовать себя, больше доверять тебе, больше, да, дать тебе возможность поверить в себя, да, вот то, что вы можете сами, да, какое-то время быть, ну, в одиночестве. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на середине. Семерка кувка. Очень много мыслей, очень много иллюзий, фантазий, которые только в вашем голове, которые вы сами, да, тянете за собой. Вот поработаете мужчиной и женщиной, неважно, в отношении вы, без отношения, старайтесь, да, не быть в этих фантазиях, потому что это только в вашем голове, это не то, что будет происходиться на самом деле, это только в вашем. Еще хочу сказать, да, мужчина и женщина, которые в отношении, да, те, которые думают, что ваш, да, человек, который рядом, который вы доверяете, может изменить, постарайтесь убрать эти мысли. Вот постарайтесь не дать себе возможность поверить, да, вот именно октябрь месяца показывает, что выбор за вами. Верить в этом или не верить, но это только в вашу фантазию, это только в ваши какие-то иллюзии. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Король кубков. Это касается женщин, это касается вашего любимого человека, который рядом, который вы находитесь в отношении, который вы близкий, который вы рассказываете друг другу. Это только ваши фантазии, что человек может вам изменить. Мужчины, если у вас такое желание есть, да, и вы мечтаете как-то где-то гулять, и у вас что-то это получится, вы сами будете в будущем страдать. У вас эмоциональное состояние, да, в будущем будет показать. Поэтому стараемся не входить, не входить мужчины и женщины, не подозревать своего мужчины, а мужчины не стараемся входить в других отношений, да, как треугольника, потому что вы сами можете привязывать себя к этому человеку и пройти какие-то, может быть, уроки с человеком, который входите в отношения как треугольника. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Карта Туз Мечей. Обрубка. Смотрите, для некоторых это может быть через какие-то обрубки, через какие-то работы, через мастера. Вы сможете отпускать, да, подвойкой жезлов какие-то мысли по поводу каких-то отношений, которые они не существуют, которые они закончились давно, но вы себя разбиваетесь до сих пор. Как я сказала, те, которые имеют уже отношения, ни в коем случае не подозреваем и не входим в других отношениях. Только здесь нужно, знаете, это как высшие силы, как проверка, да, как выбор вам. Вам сделает, да, вам дадут такие возможности, такие искушения, но выбор все-таки за вами стоит, как вы это сделаете, как вы это сами решите. Давайте возьмем карта совета, да, и что вам высшие силы советуют. Карта звезды. Карта исполнения ваших мечт, карта исполнения ваших желаний, да, ну в будущем. Но только через работу, через то, что привязку от работы, через какие-то фантазии, которые не на самом деле. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропустить новые видео, подписываемся на YouTube-канале.